Всем доброго дня и теплого лета. Летний сезон наступил, много фруктов. Сегодня готовлю абрикосовый тортик. Вернее, хочу вам показать, как его оформить, как получить тортик, не прибегая к выпечке в духовке. По сути, я в видео все вам подробно описываю, каждый шаг. Остановлюсь только на некоторых важных моментах. Вот, в приготовлении крема. Значит, сахарный песок, если вы в кофемолке перемолите, у вас будет сахарная пудра. Это одно, если у вас нет наличия. Всегда с сахарной пудрой легче работать при взбивании сливочного крема. Ну, а в заварной крем обычный сахар можно добавить. Дальше, когда вы варите заварной крем, вы можете варить на основе молока или сока любого, в том же количестве, если вы хотите обогатить ваш мусс другим каким-то вкусом. Ну, я готовлю на молоке. Далее, этот же заварной крем вы готовите. Он вот у вас начнет загустевать, вы здесь активно его смешиваете. Потому что вначале вроде комочки будут образовываться, но затем он станет таким гладким кремом. Все, отключаете вы нагрев и добавляете желатин. Не переборщите желатином. Лучше его не доложить, чем переложить. Это основной момент по заварному крему. Чтобы он быстро остыл, вы на противень, показываю, выкладываете пленку-контакт. Дальше готовим сливочный крем. Сливочный крем готовится просто, вы знаете. Вы можете сливки также заменить, часть сливок на йогурт. Обязательно должны быть охлажденные сливки. И взбивайте их, добавляя постепенно в сахарную пудру. Пробуйте на вкус, чтобы сладость регулировать. Белки. Белки. Некоторые не любят сырые яйца в кремах. Ну, в таком случае вообще не добавляйте. Просто белки придают воздушность муссу. Вы можете заварной белковый крем приготовить. Но в таком случае вам надо регулировать сладость других, сливочного крема и заварного. Потому что в заварной белковый крем кладётся много сахарного песка. Дальше. Добавляйте в крем всегда по частям. Не всё сразу, вот не весь сразу заварной крем, а по частям сливочный крем. По частям. До однородности перемешайте, затем только другую часть. Также и белки добавляйте и с осторожностью перемешивайте. Всё готово. У вас отличный крем получается с такой структурой гладкой. Пробуйте на сахар. Если, значит, недостаточно, сахарную пудру всегда можно добавить. Она лёгкая и хорошо перемешивается. Я использую для украшения ещё и маракую. Это незабываемый аромат и вкус. Дорогой фрукт, конечно, но он лёгкий. Эти фрукты очень лёгкие по весу. И не так дорого вам обойдётся. Вот я готовлю маракую. Забыла показать, что желатин один листик. Я туда добавила. Этот момент забыла заснять. Вам покажу впереди ещё. Но уж я тороплюсь быстрее всё рассказать вам. Печенье вы выкладываете всё. Я, допустим, даже не смачивала это печенье, когда выкладывала. Потому что мусс, по сути, влажность сама пропитывает печенье. Кстати, печенье у меня есть тоже вот это савоярди рецепт. Очень хорошее. А джем, он густой. Разводим его немного с водой. Вроде как клея тоже своего рода. Вы, когда печенье разрежете на высоте необходимой вам по форме, так вот, чтобы обложить тортик. И оставшийся крем, который вы отложили в сливочность сверху, выкладываете. Я, конечно, и кусочки оставшегося печенья выложила. Но вы можете этого не делать. Всё на ваш вкус и на усмотрение. Вот эту маракую, как я готовлю. Забыла, только говорю. Желатин указать. Девочки, мальчики, вкусный торт. Готовьте его с удовольствием. Вам очень понравится нежный аромат маракуйи, незабываемый.